Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Сейчас мы вас познакомим с самыми основными событиями за прошедшие сутки. Событиями с полей мировой битвы с коронавирусом COVID-19, который охватил, можно сказать, практически всю нашу планету, и все больше и больше количество населения страдает от этой напасти. Здесь есть и позитивные новости, как, например, приходящие к нам из Китая, где уже, в общем-то, преодолен пик этой угрозы, снимаются карантинные уже мероприятия, Китай начинает помогать другим странам, и, к сожалению, есть очень много и печальной информации. Давайте посмотрим, какая картина сейчас разворачивается в мире. Итак, на сегодняшний день в мире подтверждено 877 422 случая заражения COVID-19. Выздоровело 185 241 пациент, Ну и, к сожалению, скончалось более 43,5 тысячи человек. Теперь о ситуации, которая в России у нас разворачивается. Подтверждено на сегодняшний день 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 190 человек, скончавшихся официально 24 человека по России. При этом проведено более полумиллиона тестов на COVID-19. Что касается информации за сутки, мы традиционно даем эту картину. Итак, в России на 1 апреля 2020 года за сутки добавилось новых 440 случаев заболевания. Как видим, эта динамика тоже, к сожалению, ненамного, но нарастает. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве. 267 человек заболевших прибавилось. 32 подтвержденных заболевших в КОМе. 27 в Санкт-Петербурге. 15 в Подмосковье. 11 в Саратовской области. По 7 в Волгоградской и Челябинской областях. Ну и всего на карте новых положительных тестов на COVID-19 на данный момент у нас 35 регионов. По стране за сутки от коронавируса скончались, к сожалению, 7 человек. 5 в Москве, по одному в Псковской области и Подмосковье. Ну а у нас ситуация тоже развивается не совсем позитивно. Дело в том, что в Тверской области также выявлен новый заболевший. То есть всего пока за всю вот эту историю распространения пандемии коронавируса в Тверском регионе официально зарегистрировано 5 случаев выявления коронавирусной инфекции у пациентов. Ну я напомню, что 2 пациента ранее были вылечены, были выписаны и в настоящее время на лечении находятся 3 пациента. Теперь о мерах, предпринимаемых по борьбе с коронавирусной инфекцией. С инициативой о кредитных каникулах выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Мы вчера уже говорили о том, что негативный эффект от коронавируса не только медицинский, но также и очень сильно экономический. Сейчас все больше людей начинает думать о том, как они будут жить после того, когда будет пройден пик этой инфекции, когда она пойдет на спад, когда она будет преодолена. И вот как раз на что будут они жить, из каких средств будут выплачиваться заработные платы. Вот об этом сейчас все больше и больше разговоров, в том числе и на самом высоком уровне. Итак, я напомню, Владимир Путин 25 марта предложил новые меры по борьбе с вот этой напастью в рамках нашего государства, конечно. Пострадавшие от пандемии коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели, а также малый и средний бизнес получат право на кредитные каникулы. Что это такое? Льготу можно будет получить на полгода, если доход у вас снизился на 30% по сравнению со средним доходом за прошлый год. И вот эту льготу как раз получат те заемщики, чьи доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30 или более процентов. И те представители малого и среднего бизнеса, которые войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Этот перечень, вот этот список сформирует правительство. Но, в общем-то, мы и так уже знаем, о нем многократно говорили в наших программах. Это, конечно, ресторанный бизнес, это туристический бизнес. Вот эти отрасли в первую очередь. Ну и также будет, конечно, список уточнен. С ним можно будет ознакомиться попозже. И мы тоже обязательно с ним вас познакомим. В результате, в течение этого периода не будет идти начисление неустоек, штрафа, пени. Не будет требования предъявляться досрочным исполнением обязательств. Обращение о взыскании залога, ну или там ипотеки. Обращение с требованием к поручителю также не будет в этот период предприниматься. Кредитная организация должна рассмотреть обращение заемщика в течение пяти дней. При этом в целях безопасности на фоне пандемии заемщик сможет обратиться за кредитными каникулами даже и по телефону. Ну и если человек на самоизоляции, то у него будет время, чтобы принести в банк документы, подтверждающие снижение дохода. На это дадут аж три месяца. 90 дней отведено. В нашем регионе вводятся все новые и новые меры по борьбе, по противодействию ковид-19. И в частности, вот у нас в Тверском регионе расширено производство средств индивидуальной защиты. Сейчас очень много задается вопросов по этому поводу. И об этом мы в завершении нашей программы еще скажем. Сейчас очень резко увеличен объем лабораторных исследований на коронавирус. И вот буквально сегодня губернатор Игорь Руденя провел оперативное совещание по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции ковид-19 в Тверской области. Но это сейчас, пожалуй, самое главное – остановить приток, потому что почти все случаи завозные. Игорь Руденя сказал, что необходимо повысить эффективность работы по этому направлению и мобилизовать предприятия промышленности. А вот Министерство промышленности, как раз регионы, и поручено проанализировать местные производства, которые могут обеспечить выпуск товаров для индивидуальной защиты. Все мы понимаем, о чем идет речь. В первую очередь о масках. А также дезинфицирующих средствах, в том числе и для обработки помещений. И вот надо сказать, что здесь уже тоже есть серьезные подвижки в позитивную сторону в этом направлении. Потому что в настоящее время ряд производств в условиях сложной эпидемиологической ситуации уже перестроился на выпуск вот этой сейчас самой востребованной продукции. Накануне, буквально на заседании областного правительства, было одобрено выделение более 149 миллионов рублей на дополнительную закупку в регион средств защиты. Ну а также медицинского оборудования, лабораторного инвентаря и, конечно же, лекарств. Ну и вот кроме того, в Тверской области из резервного фонда правительства Российской Федерации выделено 269 миллионов рублей на развертывание и оснащение больничных коек для лечения и противодействия распространению коронавирусной инфекции. Еще одна очень важная на данный момент задача – это наращивание объемов лабораторных исследований, то есть тестов на коронавирус. В настоящее время они проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии Центра имени Аваева. Также тест-системы для проведения исследований переданы медико-санитарной части номер 141 в Удомли и лаборатории Тверского госмедицинского университета. Ну и в Тверской области развернуты и оснащены специализированные коечные места. На базе 16 учреждений здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, запланирована и уже идет реализация создания резервных коек, планируемый объем 795 инфекционных коек и 137 реанимационных, что значительно больше норматива, утвержденного Минздравом Российской Федерацией. Это информация, самая свежая информация от правительства Тверской области. Я вам хочу сказать, что у нас продолжает работать горячая линия. Есть горячая линия федеральная. Все вопросы, которые у вас возникают по поводу противодействия коронавирусу, по поводу приемов медицинских учреждений, по поводу продажи тех же самых масок, вы можете задавать по телефону горячей линии. Телефон ее 8 800 200 ровно 01 12. Я повторю, 8 800 200 ровно 01 12. Это общефедеральная горячая линия. Вы можете на нее звонить, задавать вопросы по поводу, где и как можно сдать тесты на коронавирус, по поводу того, где можно приобрести маски. Вообще по любым поводам, по любым вопросам, которые у вас возникают. Понятно, по этой теме лечения, борьба, противостояние, распространение коронавирусной пандемии. А также есть и наша горячая линия, нашего медиахолдинга. Это ее телефон 341 341, на которую традиционно у нас поступает ежесуточно несколько десятков вопросов. И вот я выписал в топе за последние сутки. Это вот две темы. Первая – это есть ли в Тверской области волонтеры, чтобы принести пожилым людям из магазина хлеб, ну и вообще оказать другую помощь вплоть до психологической. Да, такие волонтеры, отвечая на этот вопрос, они есть. В рамках акции «Мы вместе» добровольцы доставят продукты, лекарства, медицинские препараты, окажут консультационную и психологическую поддержку. Если вот вам вы одиноки или по каким-то другим причинам вам некому помочь, и необходима помощь волонтера, позвоните на горячую линию по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Телефон этой горячей линии 8 800 200 34 11. Я повторю, 8 800 200 34 11. Ну и традиционно еще один вопрос. Пришло время выдачи пенсии. Все почтовые отделения в Твери закрыты, кроме одного на улице, как тут пишут Володарского, я дословно цитирую. Там столпотворение «Люди без масок». Мы обязательно рассмотрим эту ситуацию, обязательно отреагируем на нее. Это сообщение пришло буквально под вечер, поэтому уже завтра наша съемочная группа отправится по указанному адресу. И вообще мы, в принципе, разберемся с этой ситуацией, дадим вам практические советы, где и как можно получить вашу пенсию, решить вопросы, что касается работы пенсионного фонда. На сегодня это вся основная информация. Я еще раз призываю вас беречь себя и своих близких. Будьте осторожны, соблюдайте рекомендованную Минздравом дистанцию 1,5-2 метра, меньше бывайте в это время на улице. И так мы с вами максимально эффективно переживем обязательно, я в этом уверен, это трудное время. И наступит праздник и на нашей улице. Всего вам доброго, до встречи.